Добрый вечер, пожалуйста, поставьте плюсик, если сейчас есть звук, меня хорошо слышно. Так, отлично. Да, всё меньше и меньше остаётся тех, кому хочется что-то дальше сделать. И всё равно, несмотря на то, что 10 урок, кто-то продолжает пугаться от треских звуков, которые исходят из нашего микрофона. Вот, значит, ну что ж, напишите, у кого как ощущения от HTML остались. Вот если, конечно, удалось найти время и что-то в нём поделать, потому что времени, конечно, было совсем-совсем немного. Так, один комментарий, что easy, легче это понять. Да, согласен. То есть, тут смотрите, программирование, оно нужно для общей грамотности, в любом случае. Несмотря на то, чем вы дальше хотите заниматься. А если программирование, ну, например, идёт как-то не очень, или просто там немножко не нравится, то совершенно спокойно можно HTML и CSS изучить, какую-нибудь готовую систему изучить и делать сайты. По сути, тоже числится таким типа программистом. Именно типа программистом. Вот, но это тоже нормально. Так, да, и вот Вадим пишет, многие знают, что тема ли CSS, согласен. Согласен. То есть, ну, судя по прошлому уроку, многие, в принципе, и плюсы сразу писали, и уходили, наверное, куда-то. Вот, так что сегодня, смотрите, мы пройдём CSS. CSS, то есть, это урок для тех, кто CSS ни разу не видел, так его давайте назовём. А всё уже в четверг-пятницу будет, соответственно, посложнее, где мы будем это всё совмещать воедино. Так, значит, подправил первый сайт, вдруг не открылся картинкой, без неё было. Нет, ну, смотрите, там какая-то тема поднималась, как я понимаю. Картинку он не может не открыть в двух случаях. Это, во-первых, если неправильный путь, во-вторых, если не та папка прописана. Вот, ну, действительно, если без картинки, то как он её откроет? Вот, ну, ладно, значит, давайте сейчас запущу экран, и мы начнём CSS смотреть. Напишите, пожалуйста, кто из вас знает CSS уже? Так, есть ли такие? Да, вот ноликами, пожалуйста, отпишитесь, кто не знает CSS. Вот это хорошо. То есть, как я понимаю, большинство из тех, кто CSS знает, сегодня не пришли. Кто уже по нему много уроков видел, они, наверное, просто решили немножко подождать. Так, значит, смотрите, в чём заключается идея CSS. Вот у нас на прошлом занятии с вами были сделаны какие-то примеры. Сейчас давайте эти примеры откроем. Вот возьму какой-нибудь из них, допустим, первый самый пример. И попробую сюда что-нибудь добавить. То есть, вот сейчас давайте посмотрим на вот этих пингвинов, да? На всё остальное. Сейчас, да, качество на максимум ставлю. Вот, и нам может захотеться как-нибудь навести красоту на этом сайте. Но в частности, там одна из простейших задач, поставить, ну, написать текст другим цветом и поставить его по центру. Как это делали раньше? То есть, как это делали до того, как появился CSS? Делали это вот так. Так, прописывали сюда какие-то определённые атрибуты. Например, align center, чтобы поставить этот кусок текста по центру. Во-вторых, чтобы сделать его какого-то другого цвета, приходилось бы писать вот так. Font. Специальный тег открывать. Color. Red, например. И, соответственно, ещё тег закрывающий ставить. Вот, посмотрим, что там получится. Да, вот видите, стал красного цвета. Это жесть абсолютная. Так уже лет 10-15, а то и 20 никто не делает. Просто это неудобно по той причине, что когда у нас есть в документе структура, она должна хорошо читаться. А когда мы начинаем здесь пытаться прописывать какое-то оформление, у нас появляется много лишней и избыточной информации. И поэтому было сделано такое вот определённое разделение. То, что HTML отвечает за структуру документа, а CSS отвечает за оформление документа. То есть, как бы двум разным языкам дали две вот эти вот разные задачи. Вот посмотрите, давайте... Да, котлеты отдельно, мухи отдельно. Давайте сейчас прикинем, что для сайта есть структура, а что есть оформление. То есть, вот посмотрите, структура это, например, заголовок. Структура это какая-то картинка поставленная, какой-то список. Ну, какая-то там последовательность абзацев, например, разделы. Один раздел там, другой там. Ну да, размер. То есть, вот это все элементы, которые есть на сайте. Весь контент, так его назовём. Контент, который выглядит как чёрные буквы на белом фоне. А если же мы добавляем на сайт оформление, то, например, вот для этого тег H1. Какие эффекты оформления можно придумать? Вот пофантазируйте так. Поугадывайте, что у нас может быть, что у нас есть в CSS. Так, цвет. Да. Там тень. Отлично. Ещё. Шрифт. Перевернуть настрой снизу градусов. Да, всякие 3D-повороты. Все заглавные. Да, можно так сделать. Жирность поставить. Вот. Да, фон. Да, абсолютно верно. То есть, ну вот, Вадим и обобщает. Получается, что всё в оформлении. И зачеркнуть это тоже оформление. Тоже вы правы в этом примере. Так что нормально. Там всякие разные рамки, скругление углов, задать. В общем, возможностей там просто огромная куча. То есть, сейчас нам надо посмотреть, как эти возможности мы с вами сможем правильно здесь использовать. Я сейчас оставлю какие-то небольшие элементы структуры. Так. И сейчас преобразую ещё кодировку, чтобы всё корректно отображалось. И мы сейчас начнём вот это потихоньку. Оформлять. Значит, для того, чтобы начать работать CSS, нам... Есть на самом деле разных несколько способов. Мы будем пользоваться сразу самым лучшим, самым универсальным. Нам надо сделать отдельный файл, который будет называться Style.css. Называться он может как угодно, но только обратите внимание, расширение у него... ...каскад Style.sheet. То есть, вот эти вот каскадные здесь тесты. И теперь мы будем в файле Style.css прописывать всё на языке CSS. В HTML документе наша структура. И вот для того, чтобы один файл увидел другой, мы его здесь должны подключить. Давайте, кто знает, каким тегом подключается CSS файл. Вот были те, кто писал, что знает CSS чуть-чуть, да, линк. Значит, линк. HF. И в HF мы указываем как раз-таки путь до нашего CSS файла. То есть, например, там Style.css. И ещё есть у него один обязательный атрибут, который называется List.style.sheet. Это обязательно нужно указывать, чтобы браузеры понимали, что это именно листы стилей. Если это не указать, то некоторые браузеры, в Safari там, например, по-моему, может не понять, что это наш CSS файл. Если всё хорошо, то тогда у нас эти два документа соединятся. Ну вот пока, видите, я как бы перешёл в исходном ходе по ссылке и попал на Style.css, который пустой. И вот в Style.css мы сейчас можем прописывать все CSS стили, которые нам необходимы. Все CSS стили прописываются следующим образом. Здесь пишется такая вещь, которая называется Selector. Сейчас поставлю масштаб покрупнее. Пишется на английском языке, конечно. Это пока просто для примера такое обозначение. И дальше пишется правила оформления. Они выглядят вот таким вот образом. Соответственно, название. Двоеточие. Значение. И так далее. То есть, вот такие пары мы с вами прописываем. Посмотрите, идея та же самая, что и в HTML. У нас есть атрибуты в HTML. И значения этих атрибутов. Название, значение. Здесь точно так же. Пары всегда. Название и значение. Названия здесь могут быть какие? Ну, например, в Background. Название в CSS также предустановленное. И значение в Background, допустим, какой-нибудь цвет. Какой-то цвет можно придумать. Давайте green поставим. Цвет, конечно, сейчас будет ужасный. Но так или иначе мы увидим, как это работает. То есть, элементы, которым будет применен вот этот вот самый код, они будут с зеленым фоном. Но вопрос, вот, а как считаете, зачем нам нужен селектор? То есть, что такое селектор? Какое бы это слово происходит? Ссылка, указание на тег. Так, просили скинуть, наверное, вот этот код. Этот код можете выкачать из samples прошлого урока. Вот, соответственно, да, там вот верно писали в чате по поводу того, что это такое. Вот сейчас Лидия хорошая тоже слово написала, и Влад его выше писал. Да, и оно уже, вижу, выше просто чат прикрутился. Было несколько раз написано, селектор это, ну, что такое селекция? Это выбиральщик, вот так вот его давайте назовем. То есть, мы здесь, вот в этом селекторе, когда его прописываем, выбираем, какой элемент, к какому мы будем подключать. По поводу, как сделать второе окно в Notepad. Правой кнопкой на вкладку, когда их две откроете, и нажимаете в другое окно. Переместить в другую область, например. Вот, они у вас оказываются рядом. И сейчас я вам напишу один из примеров селекторов. Например, он называется вот так, Body. Смотрите, что это будет делать. То есть, мы, соответственно, говорим, что нам надо задать вот этот вот стиль оформления, написанный в фигурных скобках, для именно тега Body. И смотрим на результат. Оп. Ну, вот так вот мы Body как-то покрасили. Зеленым фоном. Для сайта какой-то совершенно нечитаемый фон. Поэтому, смотрите, цвета, когда будете задавать для своего сайта в домашнем задании, вы можете поступить гораздо проще. Берете, пишете там, генератор HTML света. Да? Вот. И, собственно говоря, перед вами оказывается палитра, по которой вы бегаете и выбираете нужный цвет. Кто из вас знает, где здесь тот код, который нам нужен? Хекс. Да, совершенно верно. Хекс – это 16-ти личный код света. Многие из вас это могут знать по фотошопу или вообще просто по другим всяким программам. Вебе он используется для того, чтобы задавать цвета. Как цвет текста, так и цвет, в принципе, фона. Тут разницы нет никакой. Если хотите подобрать какие-то цвета, какие тут цвета еще можно подобрать? Можно вбить в Яндексе цвета, Яндекс цвета HTML. Они здесь уже, по-моему... А нет, они, к сожалению, убрали встроенный подборщик. Это нужно, видимо, по какому-то другому запросу заходить сюда. Но тут тоже было много различных возможностей генераторов. Давайте сейчас какой-нибудь цвет выберем, такой более-менее не страшный. Вот. Значит, копируем. Смотрим, что у нас становится. Вот у нас там залили каким-то таким светло-желтым фоном. Значит, через 0, 0, 1, 0, 1 тоже никак. А что буква F значит перед ними? Здесь просто смотрите. Здесь четкое правило, что указывается решеткой 6 символов. Либо указывается уже по-другому с помощью задания RGPA. Но это мы не будем сегодня смотреть. Вот. Ну и программ таких огромное количество, конечно. По поводу того, как, ну, как бы, палитр. Есть даже сайты, на которых можно сразу просто подбирать гармонию в цвете. Вот. Но это все, ладно, это все не то. Теперь вот был такой вопрос интересный. Как поставить картинку? Это мы все пройдем. Я сейчас просто поставил это свойство для примера. Картинку мы с вами научимся ставить на фон. Но нам сначала нужно разобраться с таким свойством, как селекторы. А, понятно. Если букв не 6 и 8, то первые две цифры буквы прозрачность. Значит, смотрите. Если вы хотите задавать прозрачность, вот здесь я понял, что вы хотели сделать. Но прозрачность принято здесь задавать в такой вот модели. То есть, смотрите, например, если я указываю 255.00, то это красный. Вот модель RGBA, то если я ставлю RGBA, то добавляется альфа-канал, в котором мы можем указывать, например, вот так, как 0.3, скажем. Видите? У нас такой стал очень гламурненький, нежный фон. Ну, то есть, как бы он еще притом просвечивает. То есть, если бы сзади находились какие-то элементы, это все бы работало. Так вот, смотрите, мы сейчас с вами поставили какое-то свойство определенное. Задать стандартный размер шрифта на всем нашем сайте мы бы могли другим свойствам. Например, font-size 16 пикселей изначально. Так. Но, к сожалению, он и был 16, поэтому мы ничего не увидели. Вот, я его уменьшаю на 14. И, может быть, заметили то, что экран дернулся, и буквы все стали меньше. Но речь сейчас не об этом. Перед тем, как проходить свойства стилей, надо научиться задавать селекторы. То есть, вот эти вот самые стили, именно тем элементам, которым вы захотите их задавать. Вот. А так да, Y совершенно верно, помимо пикселей, там есть очень много всего. Там можно задавать в процентах, в высоте текущего шрифта, по высоте буквы X, задавать в пиках, пунктах. В общем, что там только не придумали. Вот. Но это все пока будет излишне. Так вот, смотрите. У нас, для того, чтобы производить выборку элементов, для того, чтобы вот этот стиль присваивать какому-то элементу структуры, у нас есть селекторы трех видов. Значит, первый вид селекторов мы с вами видим на экране. Это так называемые селекторы тегов. Как думаете, почему их так назвали? Ну, вопрос не, наверное, вопрос совсем какой-то странный получается. Вы это сразу заметили, когда, я думаю, в баде было написано. То есть, да, он действует на тег. Притом, не на один тег, а вообще на все теги на этом сайте. То есть, если, например, я хочу взять и на сайте все теги А как-то поменять по их свойствам, а вот такая давайте я, пожалуй, сейчас из предыдущего проекта... Хотя нет, ладно, не буду копировать, потому что есть те, кто вместе с нами пишут. Я быстренько какой-нибудь тег А поставлю. Просто ведущий в пустоту. Вот, когда мы ставим решетку, тег ведет никуда. Так ссылки. И тут, допустим, там напишу главное. Ну, типа где-то страничка есть. Вот, и поставлю еще одну ссылку внизу. Вот, у нас было две ссылки написано. Теперь мы хотим их всех как-то оформить. Получается, что мы для ссылок, то есть пишем селектор А, задаем какие-то определенные настройки. Ну, в частности, что у ссылок может нас напрягать? Нижнее подчеркивание и цвет, то, что он сильно выделяется. То есть мы им задаем, допустим, color. Ну, вот сейчас давайте какой-нибудь цвет попробуем придумать. Непонятно, что из этого получится. Это будет какой-то такой светло-серый, наверное. Или темно-серый. Светло-серый скорее. Вот, и дальше мы им задаем, допустим, там, textDecoration. То, что вы можете не понимать эти свойства, которые мы сейчас пишем, это совершенно нормально. Да, вот он такой светло-светло-белый-серый получился. Вот, потому что мы их еще не проходили. Так, все какие-то ссылки получаются зеленые на зеленом. Давайте мы сделаем более гламурный такой. О, так лучше. Вот, как-то так. То есть вам сейчас надо понять, по какому принципу у нас присваиваются вот эти самые стили. Как считаете, что получилось бы, если бы я сюда написал textBody? То есть вот что бы тогда произошло с нашим сайтом? Заменился бы? Нет, он бы не заменился. Он бы, смотрите, здесь не было бы конфликта, потому что у нас свойства внутри стилей не пересекаются. То есть присвоился бы этот стиль и вот этот. Видите, здесь нет конфликтующих каких-то значений. И вот у нас все в теге body становится вот такого вот гламурного цвета. Вот. Ну и нормально. Да, цвет шифта поменялся бы. Но мы ставим вот таким вот образом. То есть здесь у нас все, по идее, должно быть нормально. Вот у нас только ссылки такие. Подчеркивания у ссылок, заметьте, тоже убрались. Девятая строка убрала эти подчеркивания. Вот. Тут, в принципе, пока все вроде достаточно логично. То есть что мы напишем в CSS, ищем потом в HTML-документе тег и применяем к нему описанные правила оформления. Плюсы, пожалуйста, киньте, если понятна такая схема работы. Так. Ну и я сразу вам поясню тогда просто выгоду от CSS. Почему в HTML все-таки это структура, почему в HTML не делается оформление. Потому что, вот представьте, надо все ссылки на сайте оформить вот таким образом. Если вы это делаете в HTML, вы для каждой ссылки должны прописывать одни и те же настройки. То есть вы должны для этой ссылки написать атрибуты, которые отвечают за такие действия. У другой ссылки написать такие же атрибуты. А, соответственно, в CSS вы просто можете вот так вот взять и одним действием совершенно спокойно все исправить. Значит, текст поверх изображения на CSS покажете. Но в конце урока напомните, мы посмотрим, откуда мы продвинемся. По идее написать-то это 3-4 строчки. Только вопрос в том, что это никому не будет понятно. Поэтому вот если у нас 5 минут в конце останется, то покажу. Так, 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 так. Значит, теперь следующие теги. Просто вот для чего они могут быть нужны. Представьте, что вам надо из тегов V сделать зебру. Вот из этих. То есть у вас есть список. И вам для читаемости надо выделить буквы в этом списке, соответственно, каким-то разным цветом. Вот, смотрите, если бы у вас была задача выделить шрифт в этом списке, у всех, ну, как бы у всех тегов V ли, синий. То вы бы тогда совершенно спокойно могли написать вот так. Вы бы могли проставить ли. Так. Кало. Синий. Вот, но вам надо задать это не для всех тегов V, а только для, допустим, второго, четвертого и шестого. И для того, чтобы это сделать можно было, ну, и не только для этих задач, были придуманы два других вида селекторов. Это селекторы по ID и селекторы классов. Начнем мы с селектора по ID. Вот, смотрите, допустим, вам сказали, что нужно выделить первый тег V как-то по-особенному. Потому что он самый первый, тут самый важный. Как какой там товар лидера, если это список товаров. Или там победитель, если это список каких-то участников чего-то. Смотрите, как мы можем сделать. Вот сейчас сюда я комментарий тоже перенесу, чтобы он у вас оставался. Значит, ID селектора. Мы прописываем для элемента V такое уникальное свойство, такой уникальный атрибут, который называется ID. И вот сюда придумываем ID-шник такой, какой захотим. Его можно называть как угодно. Его можно называть FIOST. Его можно называть там XXX. Его можно называть BILBERDO любой совершенно, какой только захотите. С цифрами тут есть определенная проблема. Цифры могут присутствовать в ID-шнике, но начинаться он должен обязательно с буквы. То есть, вот так вот писать ID-шник нельзя. То есть, мы должны здесь прописывать сначала какую-то букву, потом все остальное. Мы, например, можем писать L1. Вот это нормальный ID-шник. Был бы. Типа как бы LIFIOST. Ну, вот такое у них правило. Это как и в языках программирования. Там, смотрите, в языках программирования название переменной. Пишите буквами. И цифры могут быть в названиях переменных, но не первым символом. Потому что тогда программа сразу слетает. Вот здесь решили сделать по такому же принципу. И теперь, когда я буду присваивать данный стиль вот этому тегу, то напишу... Посмотрите, вот так нормально написать или нет? Или здесь будет какой-то логический косяк? Так вот, да. Те, кто знают, пишут решетку. Точка ник это немножко другое, это класс. Ну вот, это следующий тип селектора. Да, косяк. Значит, посмотрите, почему это косяк. Потому что он что будет думать, браузер? Он будет искать в документе такой тег, который называется FIOST. Понимаете, HTML настолько мягкий язык, что вы сюда можете совершенно спокойно, можете проверить документацию. В HTML нет такого тега. Но мы можем сюда вписать какой-то тег FIOST. И видите, он у меня отобразился синим цветом. То есть, HTML... Ну, CSS он как бы не проверяет вообще, есть такой тег, нет такого тега. Он несется и все это смотрит. Вот. То есть, тут теги можно разные придумать. Можно хоть вот такой тег придумать. Вот. Для любителей. И как-нибудь оформить его по-особенному. Тогда получается тегов HTML бесконечность. Ну, по факту, да. Просто эти теги, они ничего не будут делать. Вот. Вы их пишете, они никакой... Ну, как бы никакой пользы не приносят. Никаких стандартных оформлений, потому что нет. И еще они будут считаться неверными. Да, вот. Уже Аслан написал верно, с ними валидацию не пройдешь. То есть, это будет поисковиками оцениваться очень плохо. Google и Яндекс будут думать, что вы не знаете HTML. Будут ваши сайты запинывать за это. Поэтому теги используйте только те, которые есть. Но. Теперь возвращаясь к нашим селекторам. Для того, чтобы обратиться к какому-то конкретному одному элементу. Мы перед вот этой строчкой, перед указанием айдишника ставим решетку. И получается то, что мы решеткой говорим, что мы ищем элементы по идентификатору. А first это как раз таки название того идентификатора, который мы хотим получить. И в итоге, посмотрите сейчас, что произойдет. Вот первый пункт стал синего цвета. То есть, благодаря такому приему мы можем задать стиль ровно одному какому-то элементу на нашем сайте. Вот как мы это сделали с тегом ли. Плюсы, пожалуйста, если понятно, зачем это может быть нужно и как это сделать. Так. Вопросы сразу накидывайте здесь. Одному и только. Да, вот именно. Очень хороший вопрос и это как раз таки следующий материал. Ровно одному элементу. То есть, когда вы задаете айдишники, вот посмотрите, кстати, давайте мы картинку сейчас как-нибудь оформим по-другому. Видите, у нас здесь видс 300. Это нехорошо. Видс 300 такого быть не должно, потому что... Ну, потому что это косяк. Это оформление. Вот давайте я сейчас напишу сюда какой-нибудь айдишник. Допустим, Pimg. Ну, типа, пингвина AMG. И совершенно спокойно можно им задать какие-то стили. Например, то, что пингвина у нас по ширине 300 пикселей. И то, что пингвина у нас, допустим, чтобы им такого поставить. Ну, вот повернуто чуть-чуть. Transform Rotate 30D. Так. Вот, нормально. Ну да, или opacity можно было бы поставить. Вот, это не важно. То есть, на сайте может быть такая ситуация, что у нас есть у двух элементов какой-то айдишник. Но смысл заключается в том, что айдишник, вот такой, как, например, first, может быть только у одного элемента. То есть, если мы хотим с вами двум элементам задать одинаковые стили, то мы не имеем права написать вот так. Если сравнивать с программированием, то представьте, что вы как будто бы две разные по смыслу переменные называете одинаково. Вот что у вас произойдет? Вот вы же уже две недели программированием отзанимались. Представьте, если вы назовете две переменные одинаково. Две разные переменные назовете одинаково. Что у вас случится тогда? Так, ник, в принципе, верно уже написал. Я думаю, тут дальше комментарии излишни. Ну да, то есть, ком как-то запутается. Просто это будет одна и та же ячейка. Все будет криво работать из-за этого. У вас какие-то значения будут теряться. Также здесь, если вы проставите два айдишника, то CSS терпит, потому что браузеры стремятся оформить сайт как можно лучше, как можно послушнее. А вот JavaScript уже не простит, и когда мы в четверг будем проходить то, как привязывается программирование и внешний вид оформления, то там сразу полетят ошибки. И поэтому, для того, чтобы мы могли какие-то определенные стили задать группе элементов, придумали такую вещь, которая называется классами. Идея, ну принцип точно такой же, только вместо слова id мы пишем слово класс. Допустим, мы назовем этот элемент class second. Ну или нет, не класс second, а класс even, например, в четный элемент. И мы теперь, когда обращаемся к элементу по селекторам классов, то мы пишем уже, смотрите, не вот так. То есть мы не можем написать просто even, потому что он будет искать tag. Мы не можем писать решетка even, потому что он будет искать элемент с id even. И поэтому здесь есть вот такая вот запись, мы пишем точка even. И вот этот вот самый селектор, он будет искать все элементы, у которых есть класс even. И им мы сейчас можем поставить какой-нибудь другой цвет. Так, какого у нас там еще цвета не было? Ну ладно, давайте поставим вот такой. Смотрим. Вот, у нас этот пункт стал красного цвета. Соответственно, теперь, чтобы задать четвертому и шестому пункту красный цвет, что мы для этого можем сделать? Так, так, так. Цвет фу, ну да, согласен. Так, прописать класс, называть их так же, да, совершенно верно. Вот, то есть мы берем, и тогда элементам четвертому и шестому проставляем класс even. И, видите, они получают те же самые стили оформления, которые были уже по этому классу установлены. Вот, вопрос по поводу того, что если есть там два меню, и нужно выделить у них первый элемент, вы можете каждому этому первому элементу дать айдишники. Просто назовите их по-разному. Назовете top first и left first. Так, да, либо присвоить им класс. То есть, смотрите, просто у идентификаторов не может быть одинакового значения. У классов может. То есть, назначение теги, это, селекторы тегов, это общие группы, которые есть на сайте для каких-то базовых настроек. Айди, это для выделения уникальных элементов, которые на странице присутствуют в единственном экземпляре. И классы, это для выделения каких-то групп элементов, которые обладают одними и теми же стилями оформления. Ну вот, по поводу того, что Денис пишет, and child, да, там всякие можно прописывать, но это не сегодня совсем. Зачем айди тогда? Айди, это для, во многом еще и JavaScript. Потому что здесь, вот, действительно, это верно замечено, вы можете совершенно спокойно сделать вот так. Ну вот, и будет работать все абсолютно таким же образом. Так, да, да, вот совершенно верно, Сергей написал, айди для индивидуальности, класс для массовости. Вот, ну да, и совершенно верно, выше тоже правильно написано. Пока, ориентируясь на вот эти три типа селекторов, вы сможете сделать все, что захотите. JS будет работать с классом. Да, JS может работать как с айдишником, так и с классом. Просто с классом работать там не так удобно. На чистом JS, по крайней мере, точно. Иван для чего? Ну, Иван мы сами придумали такой класс. Это наше название. Мы решали задачу создания зебры. То есть, вот мы хотели оформить пункты меню какими-то определенными свойствами каждый второй пункт. Так, по поводу дизайна нет. Мы дизайн здесь не будем делать. Что по дизайну? Если кто хочет, что вам посоветовать-то? Сейчас я посмотрю. У нас по фотошопу остался, не остался, висеть материал. Так, это у нас нет... А, это фотошоп, да? Ну, кто хочет что-нибудь прессовать, вот держите ссылочку. Ну, вот, там, по-моему, бесплатно в записи его можно получить, если я не ошибаюсь. Ну, вот, так что посмотрите, как в фотошопе рисовать. А, привязки дизайна к странице нет. Если все, я понял, это было проверстку, нет. В этом курсе этого нет. Так, мутности можно придать в CSS-изображение, это в редакторе делать. Если именно мутности, то в редакторе. Хотя, ну, в CSS можно делать прозрачность, например. Чтобы сделать мутность, можно серый блок наверх на изображение наложить, и будет вам вот эта вот самая мутность у него. Плюсы и вопросы, пожалуйста, кидайте. Нет, ну, смотрите, там, во-первых, еще что можете посмотреть, есть такое свойство фильтра в CSS для, ну, небольших искажений. Так, что-то посложнее. Нет, посложнее, я думаю, рано, потому что, видите, плюсов не так и много. То есть здесь самое главное, вот, вопрос в том, понятно ли, как ведется привязка одних элементов к другим. В стиле CSS и элементов HTML, потому что, как бы, то, как прописываются CSS-стили, какие они здесь есть, это не так важно. Это мы будем сейчас проходить. Так, значит, парсинт, инпут. А, ну да, значение из полей можно, да, можно брать. Совершенно спокойно. Так, ну ладно. Значит, здесь вроде плюсы были дополнительно понаписаны. И тогда мы сейчас с вами будем рассматривать, и какие же именно свойства стилей мы можем устанавливать для вот этих самых элементов. Здесь есть очень много возможностей, гораздо более сложных. Но это все большой и объемный материал, и это специфика веб-разработки. То есть сейчас, смотрите, вот уроки, которые идут сегодня, и которые были вчера, это просто как пример того, как оформляется пользовательский интерфейс. Вы же в дальнейшем там не все веб-разработки захотите заниматься, направлений там много разных. Вот, и поэтому это просто как один из приемов, одна из возможностей. Так, про то, что все эти селекторы в JS нужны для получения значений. Ник не совсем. В JS эти селекторы могут понадобиться не только для получения значений, но и для работы с элементами в принципе. То есть, допустим, например, человек на элемент кликает, он скрывается. Или человек на элемент кликает, он увеличивается, там, и разлетается в разные стороны. Или анимация какая-то начинается с элементом связанная. То есть задача JS решает, ну, приличное количество задач. Можно много всего придумать с этим делом. Вот, а мы с вами давайте сейчас разберемся, как задавать какие-то самые такие важные, полезные свойства стиль. Во-первых, как это делать? Вот давайте, мастер-класс по пользованию разными системами. Значит, CSS, фоновая картинка. Ну, то есть вы поняли, что уже как бы, как на прошлом уроке мы работали, точно так же надо работать будет и на уроке этом. Соответственно, вот посмотрите, здесь HTML-бук нас перекинул заразы куда-то не туда. Вот, он нас перекинул сразу на свойства Background Size, что не есть хорошо. Но вот здесь вот можно заметить также и свойства Background, которая, в принципе, отвечает именно за задание вот этих вот CSS-стилей. За задание фоновой картинки. Здесь, кстати, не только HTML-бук является хорошим справочником. Здесь еще нормально себя показывает справочник CSS-мануал. Сейчас я вам его скину. Значит, так. CSS-мануал-рун. Так, вот держите, запомните себе такую ссылку. Будет полезной, пригодится. Чем она просто лучше, здесь более компактно указана, чем на HTML-буке. HTML-бук вас начинает в справочнике CSS сразу грузить какими-то страшными префиксами, которые вам неизвестно, когда еще встретятся. А на CSS-мануале у вас тут прописаны свойства, которые такие более стандартные, которые, в принципе, так не напугают. Итак, CSS-3, да. CSS-3 это последняя версия. Вот. Давайте смотреть, значит, свойства Background, если мы откроем. То есть сейчас вот оставшиеся 22 минуты, это именно информация о том, как пользоваться справочниками. Потому что здесь, ну, есть своя специфика. Итак, сразу смотрите, вот что он нам здесь пишет. Что можно не понять, читая справочник самостоятельно. Давайте вот увеличим масштаб, чтобы было вам тоже видно. То, что Background, это свойство сокращенное. Это какой-то краткий вариант записи для целого набора свойств. И вот, посмотрите, они сразу дают пример. То, что вот такая вот запись эквивалентна записи, которая написана ниже. Поясню, чтобы вы поняли, что это такое. Когда мы задаем свойство Background, в нем можно указывать несколько значений. Мы можем поставить BackgroundColor, свойство. Это цвет фона. Дальше мы можем поставить такое свойство, которое называется BackgroundImage. И здесь мы указываем ссылку на картинку, которую мы хотим как фон на нашем сайте разместить. Давайте фоном у нас тоже будут пингвины. Теперь посмотрите, пингвинов что-то стало как-то очень много. Но и речь о том, что они еще что-то размножаются. Ну, в смысле не на картинке, а по экрану. Если мы будем менять масштаб в браузере. И для, например, вот этого у нас есть такое свойство, которое называется BackgroundRepeat. BackgroundRepeat, NoRepeat, например. Все, видите, пингвины больше не размножаются. Так, вопрос пингвинов на компе. Пингвинов на компе, да, это ссылка не через интернет. Вот, и комментарий сейчас по поводу того, что это сложновато, может быть, не факт. Здесь же все просто через пробел будет писаться. То алгоритм не очень сложный. Дальше, например, ну как бы ладно, перестанем издеваться над пингвинами. Просто покажу, как вы эти три свойства можете записать сокращенно. Вы можете поступить следующим образом. Вы пишете просто свойства Background, то есть вот эти свойства отдельные, а составное свойство пишется вот так. Вы убираете все, кроме Background, да, и прописываете все вот эти значения через пробел. То есть вот посмотрите, как получается гораздо компактнее. А результат точно такой же. То есть первое значение, второе, третье. Размер подгонять для любого экрана пользователя, как растянуть на всю страницу. Для этого есть такое свойство, которое называется Background Size. И здесь можно указывать разные значения. Например, есть такое значение, как ковер, кава. Он растянет вот это все на страницу целиком. При этом, смотрите, я меняю масштаб экрана, и пингвины остаются, в принципе, такими же, как они и были. Ну, до определенного момента, пока не появится полоса прокрутки. Другой вариант задать здесь Background Size 100%. Это тоже означает на всю ширину экрана. Вот видите, это даже чуть лучше работает. Пингвины остаются всегда по ширине растянутые на весь экран. На наш. Так. Это вот вам в качестве примеров было сейчас. По поводу запретить изменения размеров окна с сайтом. Нет. Как бы можно сделать такую верстку, которая при изменении масштаба не будет менять пользователю картинку. Но физически запретить вот это действие не получится у вас. Потому что это право пользователя менять размер окна на сайте. И точно так же, как и крутить колесико масштаба. Вот. И это не надо человеку запрещать делать. То есть, посмотрите, сейчас надо было понять даже скорее не вот эти вот свойства, а понять то, что есть свойства сокращенные, есть свойства полные. То есть, мы можем прописывать фон большим количеством свойств. Например, цвет, картинка, повторяемость. А можем это все написать просто через пробел. Плюсы, пожалуйста, если поняли, что и так, и так можно писать. Потому что вот это, ну, наверное, такой один из немногих моментов, который в справочниках может вызвать затруднения. При самостоятельном изучении и рассмотрении. Так, вопросы накидывайте. А как лучше? Ну, с вот этими вот свойствами через дефис практически никогда никто не пишет. Потому что гораздо удобнее и компактнее записать вот так. Так, если хочу фиксированный сайт, чтобы скролл работал только для прокрутки содержимого, а не для увеличения элементов. Значит, посмотрите. Это идея такая, которую браузеры блокируют жестко. Такой сайт можно сделать для мобильных устройств. Можно написать то, что в специальном теге мета указать, что, например, человек не может увеличивать, менять масштаб сайта. Есть там, по-моему, мета, метод там что-то девайс прописывается, там no scalable и no scrollable даже можно вставить значения. Но это на мобильных устройствах. В нормальном браузере человек может, это его личное право, подбирать тот масштаб, который ему должен. Так. Не, скролл это смотря какой жесть. Если вот такой скролл, то это нормально. Правда ведь? А вот если у вас полоска в скролле, в полоске скролле, и там еще полоска скролла, тогда да, тогда согласен. Так, давайте дальше смотреть вопросы. Какие тут еще есть? Гиф так можно... Да, Сергей, совершенно верно. Можно поставить на фон огромную гифку, где эти пингвины, допустим, будут тут радостно танцевать. Это тоже будет работать. В сокращенном виде читать чужой код хуже. Нет, не совсем так. Читать чужой код плохо, если человек пишет, не соблюдая правила оформления. То есть, если человек, например, пишет вам код вот таким вот образом. Сейчас, например, вот так и вот так вот пишет. Да, вот тогда читать чужой код плохо. Если он вот так вот сокращает. Да? Вот. А если он просто пишет свойства по определенным правилам стандартам и прописывает свойства составные, то это нормально. Так. А, ноускролл, да, согласен. Это тоже жесть. Теперь вот по поводу того, что ник написал table и style, смотрите, так делать не надо. То есть, свойства заданы нормальные. Вот. Но я просто, как бы, ник написал нормальный код, и я понял, зачем он его написал. Но обратите внимание, что так не надо делать. По какой причине? Это неверно с точки зрения задания стилей. Вот это так называемый онлайн стиль. Надо задавать айдишник или класс и прописывать вот эти вот все вид, стой, хейт, стой, вертикал, онлайн, мидл и так далее именно в CSS файле. Так будет лучше. Так, ну что ж, дальше тогда смотрим правила оформления. Какие у нас тут могут быть? Вот какие вам понадобятся, например, в домашнем задании? Вспомним бы еще, что я вам там понаписал. Вам нужно будет там оформить шейфты. Но это вы найдете, это несложно. Посмотрите такое свойство, как фонд в справочнике и разберетесь. Вам там нужно будет реализовать такую интересную вещь, как изменение цвета или состояние кнопок при наведении на них. Вот сейчас давайте покажу, как мы можем как-то изменять элементы при наведении. Для этого есть такая тема, которая называется псевдоклассами. И выглядит это вот так. Мы после селектора вставим двоеточие и прописываем здесь одно из каких-то значений. Давайте погуглим. CSS наведение на элементы. Что он нам тут подскажет? Видите, он пишет сразу. Блок двоеточия hover. То есть за наведение на элементы отвечает вот такой вот псевдокласс. Псевдоклассы это состояние элементов. То есть данный стиль будет применен только в тот момент, когда мы будем мышкой находиться на элементе. Так, вот, значит, напишу сюда. Псевдоклассы. И давайте попробуем здесь что-нибудь другое прописать. Допустим, например, кала не fff, а, например, вот так. Какой-нибудь другой цвет зададим. Цвета, конечно, будут все страшнее и страшнее. Сейчас. Жуть. Вот. Ну, вот так вот можно. То есть видите, что происходит? У меня ссылка сначала красного цвета. Теперь навожу на нее, она становится белого цвета. Не ссылка, то есть, а пункт меню. Чертный. Вот как-то так. Соответственно, так мы можем обрабатывать наведение на элементы. Если хотите другие какие-то события для ДЗ посмотреть, когда будете украшать страничку, то можете прописать в поисковике псевдокласса, и он вам выдаст все, какие есть. Значит, выпадающее меню, всплывающее меню, как сделать. Это можно сделать на CSS, но это нужно разбираться, во-первых, с вложенностями, с контекстными и дочерними селекторами, и разбираться с позиционированием абсолютным и с аптекальными. Либо на JS в специальной библиотеке одну строчку написать. Так, а как наведение на один элемент изменять другой? Или тут без CSS? Тут все зависит, Влад, от того, что именно хотите сделать. Если элементы располагаются, допустим, рядом, то можно писать всякие вот такие приколы. Например, элем, hover, plus, li. Вот видите, я навожу на элемент, следующий за ним становится белым. Да, то есть это так называемые соседние селекторы. Кто это видит все впервые, не пугайтесь этим страшным словам, которые тут стали появляться, контекстные, дочерние, да, селекторы там всякие какие-то. Абсолютные позиционирования и так далее и тому подобное. Это все вещи вёстки, профессиональные, которые на самом деле проходятся часа за четыре. Ну вот на уровне знания всех селекторов и владениями. Но мы сегодня сосредоточены немножко на другом. Ваша задача после этого урока и после урока, который был в понедельник, до четверга в рамках домашнего задания просто сделать нормально оформленную страницу. по тому макету, который вы, ну, как бы кто-то сделал, кто-то не сделал вчера. Так. Так, так. Теперь, теперь, теперь. Значит, пошёл бы на этот четырёхчасовой курс по CSS. Так, четырёхчасовой курс по CSS. Ну, на самом деле, просто смотрите, там проблема в чём. Если вы пройдёте четырёхчасовой курс по CSS, дальше захочется нормально уметь врастать диваны. Вот. Ну, на основе этих знаний, которые будут в четырёхчасовом курсе по CSS. И так далее. Тут, понимаете, всё одно за одно будет цепляться. Ну, вот. Как бы. Поэтому есть полный курс, например, по HTML, в котором рассказывается вообще всё, что нужно, чтобы закрыть все вопросы. Так, давайте сейчас первую строку покажу, потому что попросили. Так, так, так. Какие последние версии HTML? CSS 3, HTML 5. Так, про такие селекторы где-то... А, где посмотреть про такие селекторы? Ну, вы можете совершенно спокойно погуглить. Давайте я вам напишу эти вот страшные названия. Значит, ребят, сразу смотрите на названия. Ну, вот на такие названия ориентируйтесь только те, кто CSS знает. Значит, контекстные. Дочерние. Соседние. Псевдоклассы. Псевдоэлементы. И, чтобы вам ещё тут такого указать, и endschild. Отдельно. Хотя это тоже псевдоэлементы, но они могут быть не внесены в общий список. Вот. Так что, кто хочет, погуглите. Единственное, тут вот здесь уже, конечно, нужны объяснения более серьёзные. Обычно на бумаге контекстные дочерние селекторы объясняются не очень хорошо. Так, 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 так. Ребят, вот начались такие комментарии, что я просто не могу вам не рекламировать курсы. Как бы тут и хочется, и не хочется, но тут начинают все писать. Я бы послушал то, я бы послушал то. Побродите по сайту. Например, в плане натягивания верстки на CMS курсов хватает. И, например, у нас есть тоже курс по этому поводу. Вебмастер CMS. Не пугайтесь ценников на сайте. Вам после окончания курса будут там суперусловия всем. Вот, но это просто как пример я вам сейчас привожу. То, что побегайте, посмотрите. Там из CMS перечислены, какие будут в этом курсе, и всё будет. Так, ладно, возвращаемся сейчас обратно к CSS коду. Нам надо подытожить урок и какие-то моменты разобрать ещё. По поводу того, как сделать текст, наложенный на картинку. Я предлагаю сейчас просто в качестве примера вам продемонстрировать направление движения. Для того, чтобы одни элементы накладывались на другие, нужно прописывать позиционирование, так называемое. Оно бывает разное, но вот в частности абсолютное позиционирование, это значит, что элемент выкидывается из документа, на него никто не обращает внимания. Вот видите, что с ним произошло. Он у нас как бы не учитывается всей системой, и текст получается под него подскочил куда. Вот, чтобы теперь этот элемент как-то по высоте нормально отработать, чтобы он лежал не на тексте, а допустим под ним, можно поменять ему свойство, которое называется Z-индекс. Вот, например, Z-индекс минус один, это значит, что по оси Z у нас элемент стоит дальше, и на него текст наехал. Вот это такой топорный способ сделать текст над картинкой, потому что система неустойчивая, картинки желательно координаты были бы, чтобы она нормально стояла, хотя и при текущей реализации она никуда не денется. Но, так или иначе, задача решена. Е не будет ли против? Нет, и Е должен, в принципе, потянуть сейчас эту страницу. Вроде ничего мы какого-то страшного, чего бы Е не понравилось, здесь не прописывали. Да, вот видите, Е точь-в-точь все отображает. Так, ну что ж, вот так выглядит CSS. У кого какие ощущения от HTML и CSS вообще? То есть, как нравится эта штука, не нравится, программирование или верстка интереснее. Так, ну вот мнения, я вижу, разделились. То есть, кому-то нравится, кому-то код писать интереснее. Так, файл style.css до сих пор имеет формат тексти, как быть. Никита, зайдите в панель управления, папки, вид, и там найдите галочку «Показывать расширение для зарегистрированных типов». Вот, и там, соответственно, у вас тогда расширение тексти появится. Так, 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 дальше, дальше. Коды, divy, верстка, ну все, вроде окей. Вроде так идут теперь дальше комментарии просто. Так вот, смотрите, что надо сделать будет в DZ. В DZ надо будет на основе той структуры, которую вы сделали в понедельник, то есть, вчера, если кто не сделал, то, соответственно, ее быстро накидать, сделать, ну, какую-то системку, оформленную определенным образом. То есть, у вас будет по центру экрана стоять табличка, зададите ей какие-то там нормальные размеры ячеек, наверху заголовок, там все в презентации написано, как оформлять надо. Вот. Ну, и там еще определенные себе со стилей там картинку на фон поставить и так далее и тому подобное. Я просто вам поясню, что на основе этого будет делаться. Мы с вами попробуем в четверг на основе вот этой вот полученной верстки, которая у вас здесь будет, сделать заготовку под игру крестики-нолики и дать вам задание их до конца добить. Хотя основные наброски мы, конечно, реализуем. Ну, вот. То есть, еще вчера была одна догадка про крестики-нолики, когда вы видели такую разметку. Поэтому оформите это так, чтобы была, ну, как такая какая-то игра, законченная на выходе. То есть, оформите не для галочки, а просто вот, чтобы как-то более-менее красиво смотрелось, на игру похожа, потом будете все показывать, посмотрите, ой, я игру написал сам. Значит, в четверг мы с вами попробуем это вприкрутить, в пятницу обсудим, как это прикручивалось, и в пятницу буду рассказывать про то, какие есть направления в программировании. Вот. То есть, чем можно заниматься, где что интересного, где, как бы, больше востребованность на рынке, где меньше, где сложнее изучать языки, и, а какие проще, наоборот. Вот. То есть, в пятницу такой торжественный, традиционный, ну, как бы, вебинар, подводящий итоги. Вот. Сразу, кто в Москве, можете планировать 27-е. Вот, скорее всего, именно 27-го в час дня будет встреча проходить в конференц-зале около МГУ. Или в самом МГУ, может быть, посмотрим. Вот. Но это мы все вам подробнее сообщим. И попробуем организовать, конечно, трансляцию. Трансляцию в видео. Так, ехать в Москву. Нет, это те, кто в Москве, кто захочет потусоваться, приходите. Там мы устроим пару интересных докладов, тоже живых выступлений. Вот. Так что сможете послушать. Все. Ну, еще обсудить. Там кофе с печеньками попить. Потом выйти из здания и еще что-нибудь попить. Лимонады. Вот. Буду ли я там? Да, конечно, буду. Ну, то есть у нас там весь слет преподавателя и студента. Ну, что ж, пожалуйста, финальные плюсы, если понятно, что делать. Лимонад имел в виду не в час, а после. Как бы конференция до вечера будет, скорее всего. Так, ну, отлично. Ну, ладно, тогда на сегодня все. Спасибо за внимание. Постарайтесь какие-то, ну, сделать так или иначе действия на этой странице, как-нибудь оформить ее. Вот. И тогда в четверг будет интересно заниматься уже привязыванием программы к этой самой верстке. Все. На сегодня тогда занятие завершаем. Всем пока. До четверга. Хорошего вечера. Продолжение следует.